Депутат ГД «Никакие ухищрения не помогут Киеву прорваться в Азовское море» Радио Спортник Депутат ГД «Никакие ухищрения не помогут Киеву прорваться в Азовское море» 9.45 Фото, инфоцентр Крымский мост Птица рядом с мостом через Керченский пролив Фото, инфоцентр Крымский мост Украинский генерал предложил пройти Азовское море с помощью фиксации из космоса В эфире радио Спортник Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по обороне Юрий Швыткин назвал это заявление провокационным 29 декабря 2018 года, 2028 крымский политолог В новом законе Украины заложен конфликт с РФ-президент Украины Петр Порошенко подписал закон на прилегающей зоне Украины Возможные последствия принятия этого закона в эфире радио Спотник оценил крымский политолог Владимир Джарала Бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Ломоненко рассказал о том, что фиксация из космоса западными союзниками может помочь Киеву пройти через Керченский пролив в Азовское море Об этом он заявил в интервью порталу UAPITAL Политическое и военное руководство Украины ранее заявляло о том, что Киев готовит дальнейшие проходы военных кораблей в Азовское море При этом в качестве наблюдателей будут приглашены представители международных организаций, напомнил генерал Если наши корабли будут останавливать, таким образом, будет дезавуирована позиция России Я считаю, что новые попытки надо осуществлять Но с установкой видео и аудиосредств контроля И, начиная с выхода из Одессы, транслировать все команды, все переговоры со всеми российскими структурами А союзники нам помогут с фиксацией прохода из космоса Подготовившись, можно получить определенный результат, заявил Романенко При таком подходе Россия окажется в достаточно сложной ситуации В то время как для Украины с военно-политической точки зрения это будет беспроигрышный вариант, считает генерал В эфире радио «Спутник» Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по обороне Юрий Швыткин назвал это заявление провокационным Само по себе заявления носят провокационный характер Но никакие ухищрения с чьей бы то ни было стороны не смогут нарушить государственную границу нашей страны Будут ли эти ухищрения исходить из Киева либо от западных государств, поддерживающих этот марионеточный режим? Наша граница неприкасаемая, сил и средств достаточно для обеспечения охраны на должном уровне, сказал Юрий Швыткин 21 декабря 2018 года, 13.46 военный эксперт оценил слова Полторака о боевых возможностях ВМС Украины Министр обороны Украины Степан Полторак заявил о повышении боевых возможностей ВМС страны Военный эксперт Алексей Подберезкин в эфире радио «Спутник» Рассказал о состоянии украинского флота В конце ноября прошлого года три корабля ВМС Украины нарушили российскую границу и направились из Черного моря к Керченскому проливу Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских пограничников После чего их задержали, украинские моряки были арестованы Позже стало известно, что среди украинского экипажа находились два сотрудника СБУ, которые руководили спецоперацией Владимир Путин прокомментировал инцидент, связав его с низким рейтингом действующего президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов Впоследствии в Киеве не раз заявляли о том, что Украина намерена осуществить новый проход кораблей через Керченский пролив в сопровождении международных наблюдателей 21 декабря 2018 года 15.59 украинскому депутату Мори по колено Тем более Керченский пролив желающие повторить провокацию в Керченском проливе решили подстраховаться пригласить с собой наблюдателей Может, думают, что нарушение границы под их присмотром уже не нарушение, а так прогулка или экскурсия